Межуниверситетский кампус будет располагаться на площадках двух ведущих вузов региона, прилегающей территории Челгу и реконструируемый квартал Южноуральского госуниверситета. Здесь появятся научные пространства, лаборатории, каворкинг-парк, деловой центр, библиотека, конгрессно-выставочный комплекс и многое другое. Ректор Юргу Александр Шестаков рассказал о том, как изменится территория университета. Поднятие периметра до 4-5 этажей около главного корпуса университета. Это перекрытие куполом внутренней части университета. Это высотка около библиотеки в части университета за проспектом Ленина. Мы заявляли еще реконструкцию общежития номер один, где сделать из него, безусловно, международную часть кампуса для проживания студентов. Юргу ждут преобразования. Это строительство и расширение учебных корпусов и общежития, развитие научной деятельности, освоение новых сфер изучения и внедрение современных технологий. Одно из направлений, которое будет активно развиваться – это искусственный интеллект в индустрии. Готовим гранты на применение методов искусственного интеллекта именно в биометрии. Также мы смотрим на то, чтобы эти методы применялись, и мы заходим в области генетики. Казалось бы, это не совсем наша тема, но именно развитие цифровых цифр, обработки больших данных, методов искусственного интеллекта также позволяет получать результаты в этом направлении. И мы кооперируем со серьезными организациями, такими как Институт цитологии и генетики в Новосибирске, филиал «Вектора» известной компании разработчика вакцин в Екатеринбурге. И в этом плане у нас серьезные направления, связанные с исследованиями. На базе исследования мы создаем и создаем программы самого высокого уровня. Первая программа по искусственному интеллекту в стране – это была магистровская программа Южноуральского государственного университета. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию с 2025 года. А пока ведется работа над проектом. У нас серьезный вопрос, связанный с проектированием. Поскольку мы этим делом занимаемся впервые. Мы строили шпиль, строили главный корпус, но у нас был прототип. Сегодня практически прототипов такого кампуса у нас нет. Поэтому мы должны правильно все оценить в самом начале. Сделать правильные эскизные проекты. Должны понять, как это лучше сделать, чтобы у нас было удобно студентам, удобно преподавателям. Люди, которые мирового уровня приезжают к нам, они должны чувствовать себя так же, как они, допустим, чувствуют себя в лучших западных университетах. Как отмечает Александр Шестаков, создается Центр образовательных технологий мирового уровня с ориентиром на потребности развития науки в Челябинской области и России. Кампус станет точкой притяжения для профессоров мирового уровня, студентов из других регионов и стран.